Тоже и возможности участия, чтобы превратить злоупотребление этими инструментами, и чтобы жертвы насилия и онлайн-насилия, чтобы этих жертв поддержать. И было бы, конечно, хорошо в целях преодоления неравенства, несбалансированности, чтобы уменьшить такое неравновесие. Новые технологии являются большим шансом для улучшения наших жизненных условий, и они могут сделать многое в пользу человечеству. Меня зовут Елизавета, я из Италии, и я работаю в научно-исследовательском институте ИМА, который занимается научным исследованием в области интернета. Меня зовут Аба, я представляю гражданское общество Чада. У меня вот следующий вопрос. У нас, извините, я на французском говорю, да, это хорошо, нет проблемой. Хотя у нас есть оптоволокно, все-таки цены слишком высокие, и это тормозит сильно развитие новых технологий. У нас в Чаде, кроме того, есть очень много контроля, очень много сборов, и поэтому цены очень высокие. Хочу еще коротко просто поблагодарить за приглашение на этот форум. Спасибо. Спасибо за этот вклад из Чада. Вот самые последние ремарки. Исаха из Чада, генеральный координатор АЭФ Чада, форума Чада. Мы организовали национальный АЭФ в сентябре 2019 года, где мы, значит, это пятый был национальный АЭФ. Речь шла опять же о многосторонном подходе и как использовать такой подход, чтобы увеличить степень участия общества. Я в прошлом году приняла участие в этом, и на самом деле было очень хорошо сотрудничать с людьми из разных частей мира. У них самые разные биографии, разные представляют сферы жизни, они имели разные идеи, хотели нас продвинуть. Благодарю Германию за вашу поддержку, за приглашение, за поддержку молодежных форумов IGF. И с Джошуа и его сотрудниками мы сотрудничаем для того, чтобы поддержать такие африканские государства, у которых пока нет молодежной инициативы. И ваша поддержка очень нам помогает. Огромное вам спасибо. Это для нас большая честь быть частью вашего тима, вашей команды. Надеюсь, что мы продолжим сотрудничать. Еще самый последний. Да, спасибо, Аня. В Гане управленческий комитет представителя Кофе Эсу Айду меня зовут. И в этом году у нас был молодежный IGF проводился. Но я не могу сейчас перечислить все дискуссии, которые там имеют. Что касалось новых технологий. Речь шла в первую очередь о том, чтобы преодолеть все боязни, страх от новых технологий. Чтобы люди учились бы, как можно использовать свою собственную пользу эти технологии. Национальный IGF здесь представлен из Ганы. И мы готовы дальше продолжить сотрудничать с вами в пользу прогресса в будущем развитии современных технологий. Еще одна информация. Сегодня в 16.40 мы опять же соберемся. Мы будем иметь координационное заседание по вопросу устойчивости национальных IGF, региональных IGF. И будем встречаться с представителями национальных и донорских организаций, международных и донорских ассоциаций, чтобы увидеть, как возможно устойчиво продолжить наше сотрудничество. Мы сразу же продолжим. И будет вторая сессия. Поэтому я прошу вас еще сфотографироваться вместе. И потом я надеюсь, что мы встретимся в 16.40 в зале «Б». Спасибо всем вам и всем участникам онлайн за ваше участие в нашей дискуссии. Спасибо. 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 Спасибо.